приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 18 апреля поговорим о церковном календаре поговорим о народном календаре поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 18 апреля это друзья все далее более подробно прямо сейчас ставьте лайк этому видео а в комментарии напишите слово достижения чтобы достигать новых высот и преодолевать любые препятствия именно это слово поможет вам ваших успехов не ленитесь прописывайте но мы с вами начинаем и так 18 апреля православная церковь чтит память святых мучеников агафода и феодола а также преподобной феодоры солунской эти благочестивые мужи а именно ага по фото и феодол жили в городе фессалоники во времена правления императоров диоклетиана и максимиана агафа агафопод был старт старцем а феодол был юношей но что самое важное они отличались своим благочестным и праведной жизнью в 303 году когда начались гонения на христиан многие верующие старались скрыться от преследований но ага по фото феодол про и одолжали открыто исповедовать свою веру их привели на суд перед правителем города который увидев молодость и красоту феодола пытался уговорить его отречься от христа и принести жертву идолам но юноша отказался от такого предательства результате святых посадили в темницу где они продолжали молиться и проповедовать свою веру несмотря на многочисленные попытки заставить их отречься от христа они оставались стойкими в своим исповедании тогда правитель приговорил и к смерти он утоплением в море однако море выбросило их тела на берег и крестьяне достойно похоронили их также в этот день память вспоминается преподобная феодора солунская она родилась в христианской семье на острове егина и с детства увлекалась изучением священного писания ее красота и достоинства привлекли много многих знатных мужчин она выбрала путь монашества после смерти мужа феодора она постриглась в монаше в монашестве и провела 55 лет монастыре святого стефана в салониках она славилась своей аскетической жизни и обладала даром чудотворения память святой феодоры солунской чтится верующими как образец преданности и смирения перед богом ее жизни подвиги напоминают нам о важности посвящения себя богу и живого свидетельства веры во христа также обращаем ваше внимание что сегодня 18 апреля выпадает на четверг пятой седмицы великого поста православные христиане соблюдают пост однако в этот день разрешается горячая пища или приготовленная термическим способом это может быть вареная жареная запеченная и так далее соответственно не разрешается мясо молоко яйца рыба любые блюда продукты и ингредиенты с их содержанием но это только тот кто соблюдает великий пост обратите пожалуйста на это внимание ну а в народном календаре этот день носил следующие названия день федула ветренника феодул федул ветренник федор федор теплый ветер и этот день имел свои особенности и народные приметы которые согласно народной мудрости могли предсказать погоду характеры дней даже некоторые события в жизни по поверьям федул ветренник как называли этот день или федора ветренница это были символы ветра и переменчивости погоды в этот день часто наблюдались изменчивые атмосферные условия от от солнца до внезапных порывов ветра или дождя таким образом многие знали что погода в день федула и и или федоры может служить предзнаменованием ближайших изменений в погоде также этот день ассоциировался с началом весенних ветров которые приносили перемены сезона и обновления природы народных приметах говорилось что в это время сила ветра может влиять достаточно сильно на сельское хозяйство например распространение семян и опыление растений поэтому многие фермеры и садоводы обращали внимание на погоду в этот день чтобы предвидеть ее влияние на урожай символика ветра также была связана и с эмоциональным состоянием человека некоторые считали что люди рожденные в этот день обладают живым характером склонностью к переменам и стремлением к свободе возможно это объясняется влиянием погодным условий или и на психологический настрой людей кроме того в этот день особое внимание уделялось окнам дело в том что окна вот именно верование и обычаи связанные с окнами отражали отражают глубокие мифологические и религиозные убеждения древности считалось что окно это связь между миром живых и миром духов а также путь по которому могут проникнуть нечистые силы связи с этим связи с этим люди придумывали различные защитные ритуалы чтобы обезопасить свой дом от злых духов одним из таких ритуалов это было рисование крестов на рамах окон мелом или углем это считалось мощным защитным действием против любых вредоносных сил кроме того после смерти человека на окно вешали полотенце чтобы душа могла спокойно уйти из дома подоконник часто украшали плошкой с водой чтобы душа умершего поз могла омыться перед тем по как покинуть дом смерть перед вестником которая считалась прилет сизого голубя через окно или ворона связывали с дурными событиями ведьмы согласно легендам могли проникнуть в дом через окно чтобы принести зло ну а птицы которые влетали в окно считались зловещими предзнаменованиями интересно что изначально дома строились без окон но затем бог посоветовала людям прорубить их избушка баба яги напротив не имела окон что символизировало ее нечистую природу окно в доме считалось местом где прибывает ангел господин поэтому туда было запрещено плевать или выбрасывать мусор бедные нищие рассматривались как посланники с немец и всегда получали подаяние у домовладельцев на федула как на особый день обязательно открывали окна и заговаривали избу от нечистых сил и болезней переполох как силу способна нанести вред представляли как живое существо которое приносило испуг и болезнь такие верования обычая хотя и могут показаться архаичными но все еще сохраняет свою значимость и интерес для многих людей отражая глубокие аспекты духовной культуры и мировоззрения кроме того 18 апреля этот день считался благоприятным временем для проведения обрядов по очищению дома от негатива открывая окна люди заговаривали избу от нечистой силы и призывали благополучие и защиту от бед и болезней таким образом окно в доме в древности не только служила источником света и воздуха но имела глубокие символические значения связанные с духовной и материальной защитой жилища и его обитателей кроме того считалось что в этот день 18 апреля у лосей рождаются рыжие лосята пробуждается божьей коровки начинают летать бабочки крапивницы птицы вьют гнезда и зацветает мать и мачеха поэтому наши предки старались в этот день открывать окна настеж устраивая сквозняки и обязательно читали молитву отче нас очень наш чтобы выгнать из дома гнилостные ветра и бесов а также переполохи переполохи или по другому еще называли переляк это болезнь полученная вследствие испуга который человек подхватывал во время сна знахари сегодня именно в этот день пытались от него избавить заболевших с помощью специального ритуала для этого в этот день 18 апреля они зажигали спички или лучину и опускали в миске с водой вместе с ней в руках шли туда где возник испуг и говорили определенные магические слова и вот эту водичку должен был выпить больной также обращаем ваше внимание что если в этот день 18 апреля вы найдете монету на улице или у себя дома это будет знаком того что в ближайшем будущем вас ждет неожиданный доход или даже наоборот финансовое улучшение обращаем ваше внимание также если сегодня 18 апреля во время прогулки или выхода из дома вы встретите человека который напоминает вам о финансовых возможностях или предлагает вам участие в выгодном деловом предложении то знаете это может быть предвестником увеличения дохода или новых финансовых перспектив кроме того если вы заметите в этот день что ваш кошелек или портмоне стал тяжелее или вы случайно неким образом обнаружили дополнительные деньги в своем кошельке это может говорить о том что ваша финансовая ситуация улучшится или вы возможно получите неожиданный подарок если в день фидула ветреника вы обнаружите что ваше финансовое состояние стало более стабильным и вы начинаете чувствовать уверенность своих денежных делах это может быть знаком того что вы на правильном пути к финансовому успеху а вот встреча с человеком который известен своими финансовыми навыками или успешными инвестициями может стать важным событием для вас и подсказать вам новые идеи или стратегии для увеличения своего достатка также обращаем ваше внимание что если в день фидула ветреника дует сильный ветер то ожидайте хороших новостей которые принесет с собой ветер но если в этот день вы увидите бабочку которая держит стоит на окне и не летает это может предвещать скорое прибытие долгожданного гостя или неожиданного сюрприза птицы собирающиеся в больших стаях на крыше или ветки дерева вокруг вашего дома могут сигнализировать о предстоящих переменах вашей жизни если в этот день вы случайно наткнетесь на четвероногого друга это может быть знаком того что ваши заботы и тревоги скоро будут разрешены также 18 апреля это день когда по старинным преданиям день сопровождался теплым весенним ветром в этот день начинал преимущественно дуть теплый ветер который с собой приносил ощущение настоящей весны согласно народным приметам это время подходило для того чтобы снимать уже зимнее утепление в доме так как считалось что холода уже не вернуться поэтому наши предки говорили что на фидула растворяй оконницу или пришел фидул теплый ветер паду даже в этот день был обычай мыть все окна в доме по преданию если вымыть окна в этот день то хозяевам будут сопутствовать удача этот ритуал рассматривался как символическое очищение дома от зимы грязи ну и подготовка встречи теплых и светлых день дней кроме того рекомендуется в этот день 18 апреля перестирать все имеющиеся в доме полотенца и вывесить их на улице считается что пребывание на свежем воздухе сможет заряд зарядить полотенца положительной энергетикой после высыхания следует вручить каждому члену семью полотенца чтобы они обязательно вытерлись ими считается что это принесет в их жизнь здоровье и счастье также в день фидула ветреника существовал ряд запретов и предостережений связанных с традициями и преданиями одним из них являлся запрет на проведение уборки в доме согласно народным верованиям многие считали что убирая и подметая пол в этот день можно не только избавиться от мусора и грязи но и вынести из дома уют согласие и удачу после такой уборки члены семьи начнут постоянно ссориться скандалить это и друг на друга обиды а также все в доме начнут рушиться и ломаться также вот в этот день нельзя было плевать в окно или выбрасывать из него мусор или окурки окно считалось местом через которое ангел господний наблюдает за всеми жителями дома и поэтому плевок или мусора в выброшенные в окно в этот день могут рассматриваться как неуважение к ангелу и привлечь негативные последствия для домочадцев также в день фидула ветреника считалось что держать окна запертыми не следует напротив рекомендуется открытие как можно шире чтобы свежий весенний воздух проникал в комнаты и прогонял из дома все болезни и беды в этом случае сквозняк становится символом очищения и обновления способным изгнать из дома все негативное и приносить свежесть и легкость кроме того запрещается в этот день через окно впускать и выпускать из дома окошку те кто нарушит этот запрет может столкнуться с неудачей и могут его обворовать поэтому если ваша кошка стремится проникнуть внутрь вашего дома через окно и и необходимо отгонять чтобы избежать потенциальных негативных последствий кроме того нельзя допустить и появление пятен на окнах важно тщательно вымыть их так как чистые окна привлекают тепло и любовь дома также выгоняет из него всю нечисть которая могла незаметно спрятаться в углах после мытья окон вместе с входной дверью следует оставить их открытыми через некоторое время можно закрыть их перекрестив каждое окошко и двери трижды чтобы защитить дом от негатива и злых сил даже не рекомендуется в этот день ходить против ветра это может предвещать будущие проблемы решение которых потребует дополнительных усилий если есть возможность лучше переждать ветреную погоду в укромном месте но если такой возможности нет важно стараться не думать о важных делах находясь на улице а вместо этого уделить внимание время чтению молитвы и обращению к высшим силам кроме того в этот день не рекомендуется рыбакам выходить в море иначе в этот день считается что происходит борьба двух ветров доброго ветра и злого в результате этой борьбы могут возникнуть опасные условия для плавания и судна оказавшиеся так на так называемом поле этой битвы а также люди могут быть подвергнуты опасности поэтому для безопасности лучше в этот день воздержаться от рыбной ловли и подождать более спокойной атмосферы для этой деятельности вот такой друзья у нас с вами день 18 апреля прямо сейчас ставьте лайк этому видео если вы еще не поставили в комментариях напишите слово достижения чтобы достигать новых высот и преодолевать любые препятствия которые могут появляться в вашей жизни друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья все к вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео